На неделе мы с вами праздновали День государственных символов. И по устоявшейся уже традиции президент вручил лучшим выпускникам военных вузов офицерские погоны. 12 человек из разных силовых структур, в лице которых Асмажимар Токаев напомнил всем защитникам Родины «нести славу труднее, чем завоевать ее». Это, кстати, слова легендарного казахстанского генерала Сагадата Нурмагамбетова. Такой же принцип можно применить и к аттестации, которая сейчас проходит в полиции. Она нужна не только, чтобы подтвердить квалификацию руководящего состава, но и заблаговременно очистить ряды МВД от тех, кто потенциально рискует запятнать честь мундира, попав в криминальные сводки. Оскар Сергалеев изучил вопрос. Ветеран МВД Таир Авдинов давно на заслуженном отдыхе. За плечами 33 года службы в тогда еще милиции. Хотя признается, что в детстве мечтал о другой профессии. Но судьба распорядилась иначе. В начале 70-х его, молодого шофера автобазы, выдвинули на ответственную работу. Водители первого класса, у которых не было замечаний, допустим, награды имели, поощрение от руководства. Собирали коллективы. Коллектив выступал, тебя как рекомендовал. Оперативники и следователи тогда преимущественно имели юридическое образование. А постовых милиционеров кадровики МВД сами искали в трудовых коллективах. В самой же системе органов внутренних дел успешно применялась практика наставничества. Я проработал, допустим, пять лет со стажем. Меня закрепляют ученика, стажера. Я за этого стажера несу ответственность целый год. Если стажер получает выговор, я, естественно, совместно получаю выговор. То есть отбор был строгий. Лет 50-60 назад в народе ходила такая фраза. Если хочешь сесть в тюрьму, приезжай в Алма-Ату. Кому принадлежат эти строгие грозе бандитов или матерому уголовнику, сейчас уже вряд ли выяснишь. Но то, что Алматы когда-то славился как город, где умели ловить гастролеров, промышлявших крупными кражами, это факт. Сегодня покой от них только алматинцев охраняют около 7 тысяч полицейских. За последние годы стражам правопорядка и зарплату подняли, и техническое оснащение обновили, переодевают в новую форму. Хотя по-прежнему кадры решают все. Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. Глава государства поддержал инициативу МВД о проведении точечной, внеочередной аттестации. В этот раз экзамены сдают руководители различных подразделений. Каждый предмет они будут задавать 50 вопросов, 100%. Не менее 60% они должны набирать баллов за огневой, физический. Каждый по возрастной категории будет сдавать у нас аттестацию. Причем шанс пройти испытания только один. Второй попытки не будет. В зависимости от результатов есть несколько вариантов развития событий. Пойти на повышение или остаться в прежней должности. Это для тех, кто сдаст аттестацию потерпевшим неудачу, либо предложат перевод в другую службу, либо понижение, ну или увольнение. В МВД вынуждены идти на жесткие меры. Чистка нужна. Лента новостей это подтверждает. Например, в области Абай за взятку задержали руководителя миграционного управления. А в Талдыкургане в тюрьму отправился целый экс-начальник полиции города за изнасилование в служебном кабинете. Чтобы освободить ряды полиции от порочащих службу людей, усилено внимание и к отбору кандидатов. Проверяется не только кандидат, и его близкие родственники. Ранее не были привлекались к уголовной ответственности. У соседей отбирается отзыв характеристика про кандидата, как он сам себя ведет в быту, в жизни, какие отрицательные или положительные характеристики. В целом аттестация это не только экзамен, определяющий, соответствует ли сотрудник занимаемой должности, а еще и возможность разглядеть талантливых и грамотных специалистов. Министерство внутренних дел будет, придет заместитель министра, курируемый, или как это будет по членам комиссии, они придут по этой региональной отсутствии комиссии, будем смотреть, если есть навыки, больше вон все, IQ говорят же, выше, все будем это рекомендовать тоже, на должности вышестоящих. Впрочем, взлет по карьерной лестнице может случиться и при повседневной работе. Так произошло с патрульным Айдосом Сериком. Находясь на службе, он заметил нарушителя на мотоцикле и грамотно разъяснил ему, в чем причина остановки. ПТДРК напишите просто. В общей обязанности водителей, правильно? Да. Это новая ПТД. 12 раздел. Управляет неисправданным транспортным средством. Транспортным средством не прошлое, обязательный технический осмотр закрытый с включением категории М1. Понимая, что мотоциклист просто не успел ознакомиться с новыми правилами, полицейский не стал изымать номера, ограничился минимальным штрафом. Позже владелец двухколесного транспорта выложил запись в соцсеть, добавив побольше бы таких грамотных сотрудников. На первый взгляд обычные будни патрульной службы. Но ролик увидел начальник департамента полиции, вызвал к себе полицейского и назначил его командиром взвода. А если справится, обещал доверить роту. Сказал мне, чтобы я так же обучил веренный мне личный состав правилам дорожного движения, манерам общения, этическому кодексу. Ежедневно проводим такую работу, разъяснительную работу. На службе случается всякое. Бывает, полицейские поступают некорректно. Но и граждане нередко переступают черту. Каждый эпизод в полиции тщательно разбирают. Мониторим аккаунты, мессенджеры, где, возможно, могут появиться сведения о нарушении правил дорожного движения, о каких-то других противоправных действиях. Допустим, есть факты, когда об этом в полицию сигналов не поступило, но появилась на просторах интернета незамедлительная реакция. В общей массе видео из социальных сетей также попадаются фейки или откровенный хайп. Взять, к примеру, ролик, где человек в форме офицера ездит, не пристегнув ремень, демонстрируя спиртные напитки и головокружительную скорость. Некоторые поверили, что за рулем блющитель порядка. Но только не ветеран МВД. Я вам сейчас расскажу, это не сотрудник. Во-первых, разговаривает по телефону, во-вторых, там у него пиво, и что, не пристегнут ремня безопасности. Таир Аминович оказался прав. Это была намеренная провокация от блогера, чтобы собрать побольше просмотров. Кстати, он уже наказан. Но ведь молодой человек где-то раздобыл форму сотрудника полиции. Мы провели эксперимент. Сначала отправились в специализированный магазин, где есть и обмундирование, и погоны. Но все это продают лишь по определению служебного удостоверения. Зато в интернете полно частных объявлений. И, как мы убедились, облачиться в форму полицейского сегодня не составляет труда. А там шевроны есть, да? Все есть, все в комплекте. Надписи полиции, все, да? Да, 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 да. А сколько стоит комплект? Комплект, смотрите, с длинной рукавой, это вул. Ну, очень хорошим состоянием. Максимум три недели носили, я за семь отдам. Скажите, а это в свободной продаже? Не надо предъявлять удостоверение? Нет, ничего не надо. И хотя в песне поется, что работа стражей правопорядка на первый взгляд как будто не видна, на самом деле с появлением смартфонов и соцсетей полицейские все больше на виду. Иногда придираются, через чуть, чуть больше человечность, что-то было. Иногда перегибают палку. Я думаю, что сейчас все же лучше, чем было. Например, 10 лет назад. Ну, были, там, случаи, когда обращался, и там вопрос вообще не решался. Ничего серьезного, но тем не менее. Сама видела, как ловят закладчиков. Видно, что им не все равно, пытаются. Но если будет действовать только одна полиция, то, к сожалению, прогресса будет мало. Но видно, что стараются. А еще служба в полиции сопряжена серьезными рисками. Да и график не с 9 до 6. Тем не менее, каждый вступающий в ряды плюстителей порядка знает обо всем этом заранее. Так что, выбрав своей работой, служение Родине и ее народу, надо следовать принятой присяге. Аскар Сергалиев, Максим Шулепов, Сагандык Нарыков и Айдин Калуф. Программа «Аналитика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова